Есть у меня интересное растение, филадендрон. Я рассказывала про посадку этого филадендрона. Ну, в общем, надо посмотреть сюжет. Ай-яй-яй, что-то я... А, палочка упала. Аккуратненько. А что случилось? Сломался. Ай-яй-яй-яй. Конечно, теперь нельзя сажать. Ой, не буду расстраиваться. Сейчас я его установлю в воду, а эту часть посажу сюда. В это кашпо, а там чудо. Показываю и вам это чудо. Посмотрите, какая прекрасная корневая система. И теперь только сажать. Там, куда я посадила основную часть растения с корнем, она почти не развивается. Вот так вот выглядит. Уже один листик отпал. И эти листики какие-то несчастные, хотя там грунт хороший. Буду наблюдать за его ростом, записывать сюжеты и хвастаться немножко, потому что люблю мои цветы, люблю филадендрончики. Установила в кашпо ручной работы. И странно, что это мамочка растения, А сейчас покажу сыночка. А вот это сыночек, дочка. Неважно, просто видите, разница в растениях огромная. И рассказывала я также и про вот это растение, суккулент, красиссимус, как я его пересадила. И стала замечать, что и красиссимус как-то нехорошо смотрится здесь, наверху ложатся его ветки. И вот этому филадендрону здесь, ну уже некомфортно. Решила их, эти два растения, поменять местами. Видите, сняла верхнее растение, начало этот филадендрон убирать, и что-то ему мешает. А внизу еще один филадендрон. Посмотрите, филадендрон лазящий. А оказывается, этот филадендрон прикрепился к горшку. Ох, надо как-то вытащить, чтобы не повредить горшку вот этого филадендрона. И так крепко прикрепился, даже впился в этот горшок. Хочется мне вам показать это. Не могу отодрать. Жалко. Думаю, что плохо будет ему, если я его сниму отсюда. Придется и этот филадендрон с места убирать, чтобы как-то помочь ему выглядеть и красиво, и прикрепить его на опору. В общем, глянула на одно растение, вон оно, видите, возле ириски. А теперь целую перестановку надо делать. Я, конечно, могу этому горшочку дать другое кашпо. Но, а как быть с этим филадендроном? Уж так мне не хочется его отдирать. Так серьезно он прикрепился. Вот, даже краску с этого горшка содрал. Видимо, все-таки мне придется его отодрать. Да, все, пошел. Пошел, 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 пошел. А слаб немножко. Ага, видите, вот его тут корешочки пошли. Ну, хорошо, теперь мне только надо поменять опору этому филадендрону. Ну, целая перестановка. И решила я все-таки пока не давать ему другую опору, а просто прикрепить. Здесь красивый филадендрончик. Спасибо тебе. Остается только его немножко пропрыскать. И риска мне тут помогает. Освежила я листочки филадендрона. Видите, прикрепила. Они теперь не будут мешать друг другу. и устанавливаю вот этот филадендрончик. Сыночка в прежнее кашпо. Так оно смотрится лучше. И поверну его к свету. Вот так немножко. Так ему будет намного комфортней. И теперь устанавливаю вот этот красиссимус. Боже, какие они все хрупкие. Но нет у меня другого места, чтобы дать ему больше свободы. Теперь ветки красиссимуса будут расти вверх. Здесь будет останавливать окно. А вот эту ветку видимо придется направить вот сюда или подвязать. боюсь как бы не переломился вот здесь ствол. Видно, что прикрепила. Теперь будет как-то надежней держаться. В общем, перестановка завершена. Я рада, что растут растения. Но когда думаешь, а куда их дальше устанавливать, потому как вот эта монстера до перевалки стояла там, куда я сейчас установила филадендрон. И думаю, как же я вас размещу все растения в оранжерейке. А совсем скоро придется все заносить. Цветов комнатных. Это все комнатные растения. Все придется запихивать в оранжерейку. Но сегодняшний сюжет не о грустном, а о радостном. О том, что растения растут и радуют. И опять возвращаюсь к началу сюжета. Как объяснить, что это материнское растение в прекрасном грунте? Я вам сейчас покажу. Смотрите, какой легкий, хороший грунт. Видите? Вот он, чудесный грунт. Плохо растет, а сыночек растет прекрасно. Подскажите мне. субтитры субтитры